ну что ж ребятки я всех приветствую прошел месяц как я держу сто в городе разомас и сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями и рассказать сколько мне удалось заработать за месяц владения этим бизнесом потому что я отдал за этот бизнес все что у меня было все свое имущество тем более в ютубе мало роликов в которых показывают филку и 100 возможно какие-то старые ролики то который я снимал поэтому я думаю многим будет интересно сколько вообще приносит этот бизнес от вас конечно хочу видеть активность ставьте лайки подписывайтесь на канал давайте там ролики наберем 200 лайков я вам буду очень сильно благодарен ну и конечно же не забывайте то что игра на проекте amazing holy play на втором сервачке все ссылочки в описании поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной но при старте игры вам конечно же поможет мой промокод вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня за него получите 300 тысяч рублей ну что ж ребятки могу пожелать только приятного просмотра приятного аппетита усаживайтесь поудобнее бейте с собой попить покушать и наслаждайтесь данным роликом всех обнял приподнял полетели поэтому ребятки понимаете то что это видео снято не для понтов для того чтобы я там повыпендривался то что вот у меня там бизнес за 2 миллиарда метан финка невъебенная то есть нет это чисто информативное видео чтобы вам было понятно какая хотя бы примерно финка в источках ну что ж ребятки вот то самое 100 за которое я дал просто все что у меня было я еще там должен был 470 миллионов то есть я отдал за этот бизнес все что у меня было все машины дом там и так далее то есть я за этот бизнес отдал грубо говоря последний трусы просто еще не был получается перекресток у меня там были машины дом и в один момент просто мне предложили стошку по итогу я продал перекресток это 24 на 7 за 1 миллиард продал всей самой машины но мне не хватало все равно 470 миллионов поэтому я должен был их отдать по итогу я конечно же отдал эти деньги как бы но это было сложно очень жестко если бы не рулетка у меня бы я думаю до сих пор бы висел бы долг я бы эти деньги не отдал я на самом деле очень сомневался надо мне это или не надо потому что я держал перекресток там фенка была стабильная там от 2 до 4 миллионов и меня как бы это устраивало из 24 7 тоже это отличный просто бизнес там как бы и финночка хорошая и как бы продукты недалеко возить поэтому я был полностью им доволен но мне приезжали стошку я понял то что такие предложения поступают как бы не всем понимаете то есть редко вообще стошки продают как бы до 2 миллиарда это не маленькая сумма я сам это прекрасно понимать для меня это было 2 миллиарда просто ну у меня столько денег никогда не было понимаете налички это для меня было прям очень жестко я не понимал то есть у меня был там один миллиард 500 миллионов и мне нужно было дать еще четыреста семьдесят миллионов то есть я просто был в шоке я не знал как я их отдам просто как бы это 500 плюнов но у меня это получилось благодаря вам благодаря тем игрокам которые играли рулетку ну что же бятки момент истины не буду как бы вас задерживать уже покажу самое главное ради чего вы зашли на этот ролик покажу вам финку по поводу цен у нас получается стоит минус 30 процентов это максимальное значение то есть то есть минус 80 мы никаким образом сделать не можем поэтому ребятки пожалуйста запомните это но вот ребятки самое главное ради чего мы сегодня собрались это финансовая статистика за 30 дней то есть вот эти 30 дней которые я держал бизнес и вы можете посмотреть сколько приносит стошка в городе разомас на 02 севере скажу сразу то что финка нестабильная то есть бывает вот лям 200 бывает 2 и 3 бывает 10 миллионов бывает 8 миллионов то есть у максима я видел финку у максима финка более стабильно то есть у него там ну бывает пару раз три ляма но в основу него по 5 лямов то есть от пяти миллионов основания финка у него финка более стабильный чем у меня но у меня чаще финка больше чем у него за день плюс минус там у него финка ну на 2 ляма больше чем у меня вот она просто вот перед вашими глазами до финка было 12 миллионов ребята да такие дни бывают но не редкие буду буду мы сами видите то что ну блять редко бывает десятка вообще с двенашка это вообще блять я не знаю тоже какой-то праздник то есть в основном там ну три четыре семь миллионов то есть ну редко даже восьмерочка залетает семерочка да частенечко залетает там пять лямов частенечко залетает но в основном как я сказал финка нестабильная ну и самый главный вопрос сколько в сумме получается именно по статистике за 30 дней какая вместе получается сумма сумма выходит 156 миллионов то есть если смотреть по статистике за 30 дней бизнес принес мне 156 миллионов но ребята это не чистая финка я думаю вы должны сами понимать потому что деньги как бы уходят еще и на продукты но я думаю то что на продукты за месяц ушло около 30 миллионов ну и давайте допустим посчитаем 6 миллионов это оплата бизнеса за месяц и чистая прибыль составляет 120 миллионов за месяц ну и как бы думаете сами нормально это или нет и мне перекресток приносил в месяц где-то 50 70 миллионов это грязными то есть чистыми там получается где-то ну лямов 40 скорее всего поэтому как вы понимаете разница есть то есть перекресток я подал за миллиард и купил этот бизнес за 2 миллиарда и здесь финка но по факту в два раза больше поэтому я думаю то что мой выбор был сделан не зря теперь давайте объясню почему я считаю то что это самый прибыльный бизнес я видел финку и нотариуса и аптек и других бизнесов я вам с уверенностью могу сказать то что нигде именно по статистике такой финки нету то есть если на втором такая финка в 100 понимаете то представь какая финка на 0 первом серваке на 0 третьем где онлайн намного больше где больше игроков где больше спрос там наверно финка вообще от 10 миллионов я так думаю почему-то потому что если у нас на втором такая финка где онлайн там 300-400 а на 01 там онлайн 600-700 на 0 третьем так же само то там финки на вообще бешеное но в защиту как бы остальных бизнесов могу сказать то что допустим в нотариусе продукты очень медленно тратится как и в аптеке поэтому в этом плане эти бизнесы лучше тем более как я и сказал в 100 финка нестабильная то есть допустим в том же нотариусе либо в аптеке финка будет более стабильная именно плюс этих бизнесов в том то что у них продукты уходят очень медленно допустим нотариусе одна сделка это один продукт а в аптеке продукты там тоже особо сильно не тратятся там поэтому в плане продуктов нотариус и аптека намного лучше чем и 100 но как я сказал если смотреть на по статистике то конечно же с то это по факту самые прибыльные бизнесы на проекте в любом случае считаю то что и 100 это самый интересный бизнес не из-за того что я держу и 100 я как бы раньше это говорю то что с то это самый интересный бизнес который есть на проекте я этого до того как я купил и 100 понимаете то есть я еще до покупки так думал и сейчас я в этом как бы увиделся потому что что самое популярное на проекте это конечно же автомобили каждом обновлении на каждом ивенте добавлять там новые интересные автомобили которые за которые люди готовы отдавать огромные деньги даже самое там тесла сами тоже самое m3 f80 но с . это сам реально интересный бизнес потому что люди могут затем затонировать свой автомобиль могут его занизить поставить развалы поменять фары там и так далее тем более машина та самая ликвидная тема которая есть на проекте то есть она есть у каждого их многосты там на наш они в продаже до туда-сюда многие собирают автомобили поэтому я считаю то что и 100 это самый интересный и как бы нара популярный бизнес возможно кто-то помнит но я когда-то давно еще до глобального обновления держал тоже 100 в городе разомас да там был функционал поменьше чем сейчас раньше то можно было поставить чип не то там гидравлику и перекрасить машину то есть функционал был достаточно маленький я этот бизнес держал год понимаете я ход держал и 100 в городе разомас но потом вышло глобальное обновление получается и я боялся то что у меня этот бизнес заберут потому что были слухи то что если мы перейдем новую версию 037 то как бы у всех бизнеса заберут я долго думал продавать не продавать продавать не продавать в итоге продал через неделю вышло глобальное обновление и девушка которая у меня купила 100 у нее этот бизнес забрали и она просто ушла с проекта и вот получается спустя уже несколько лет я снова купил себе 100 в городе разомас который уже намного более знаете прибыльный более обширный по функциям поэтому я очень доволен ребятки я очень доволен я считаю в любом случае с . это самый интересный и прибыльный бизнес понятно делать то что там в батырево в южном фильм к возможно не такая как у меня намного меньше я в этом тоже как бы уверен самый прибыльный 100 это возле наш она и в арзамасе остальные 100 почему-то не пользуются такой популярностью и там финка намного меньше ну что ребята вот такое получилось видео надеюсь вам понравилось я вам попытался все подробно рассказать показать там и так далее да по итогу я чистыми заработал с бизнеса за месяц 120 миллионов как бы 2 миллиарда не маленькая сумма но по факту я как бы доволен то есть я получил то что мне обещали как бы вы можете там заехать перекрасить машину поменять диски занижение тонировка развалы там короче вы можете полностью преобразить свой автомобиль я очень доволен и я этот бизнес крест все буду держать до конца потому что в любом случае если его продам ничего лучше я не куплю все ссылочки в описании поэтому заходите смотрите и начинать играть вместе со мной ну и конечно же не забывайте водить папа макод всех обнял приподнял всем пока пока